В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. Прививочный день в Видновском художественно-техническом лицее. Кто прививается, болеет гораздо реже, либо же не болеет вовсе. Первоклассники Лопатинской школы побывали с экскурсией на хлебопекарне. Никакие булочки красивые и ешики делают. В Ленинском городском округе продолжается масштабная вакцинация против гриппа. На днях прививочный день прошел в Видновском художественно-техническом лицее. Списки ребят, которые желают вакцинироваться от гриппа, собирались заранее. Прививки делали исключительно по согласию родителей. В отличие от предыдущих лет, в этом году препарат от гриппа используется более мощный, защищает лучшее. Возраста разные абсолютно. То есть, начиная с 7 лет и заканчивая 18. Но сегодня мы набрали около 70 согласий. Будут еще согласия, то есть доносят. Потому что некоторые дети болели после болезни. Мы тоже ждем, когда они выздоровеют, чтобы потом уже сделать. Делают включительно по декабрь. Потом уже прекращают делать. Но мы делаем это обычно раньше, сентябрь, октябрь месяц. Процесс быстрый. Сначала детей осматривает медсестра, измеряет температуру, осматривает горло, слушает легкие. Затем ребята проходят в процедурный кабинет, где им ставят вакцину от гриппа. Девчонка, вперед вас даже, мальчишки. Это прям... Ничего, больно? Нормально, но не очень. Терпимо? Да. Это эффективно с точки зрения профилактики гриппа, также и ОРВИ. Вот. И многие, кто прививаются, болеют гораздо реже, либо же не болеют вовсе. Есть иногда, конечно, случаи гриппа случаются, но переносится это намного легче. Грипп в такой классической вариации, он очень тяжело переносится и дает последствия на органы. Напомним, что делать прививку от гриппа врачи рекомендуют людям всех возрастов. В нынешней эпидемиологической обстановке это станет надежной защитой иммунитета. В поселке совхоза имени Ленина прошел концерт, который был организован силами местного муниципального центра культуры. Главные номера на нем исполнили молодые преподаватели, которые только в нынешнем учебном году приступят к работе. Таким образом мероприятие стало еще и демонстрацией новых творческих направлений работы центра. Изначально концерт, который провели сотрудники центра культуры поселка совхоза имени Ленина, был посвящен Дню Долгожителя. Он празднуется в конце сентября, но в ходе репетиций концепция несколько поменялась. Появилось желание представить новых сотрудников, которые пришли в центр культуры поселка совхоза имени Ленина в этом году. Мы пригласили на работу молодых девушек, выпускниц Российской академии музыки имени Гнесиных, которые влились в наш коллектив. Одним из новых направлений обучения центра культуры станет кружок раннего музыкального развития. Преподавательница Дарья Уляшина заканчивает Академию музыки имени Гнесиных. В числе прочего она будет преподавать и игру на гуслях. Я занималась фольклором народов России и мне захотелось аккомпанировать себе на каком-то музыкальном инструменте. И я решила выбрать для себя гусля звончатые. Они мне очень понравились тембром, своим звучанием и своим образом. Еще один новый преподаватель Ксения Крутова. Кроме того, что она виртуозно владеет гармонию, показала она свой талант и в игре на старинном русском народном инструменте жалейки. Собравшиеся с восторгом принимали каждый номер молодых исполнителей. Публика совершенно замечательная, очень тепло принимала, даже, можно сказать, помогала выступать. Люди слушают, им это нравится, а нам радостно то, что то, что мы делаем, нравится людям. Ведь мы делаем наше творчество, оно для людей. Неформальности вечера добавили выступление клоуна Николя в миру Николая Потемкина, руководителя кружка циркового искусства. Но, безусловно, больше всего зрителей, среди которых было немало представителей старшего поколения, тронула именно музыка. Молодое поколение, вот я не могу без волнения говорить, вы понимаете, с такими талантливыми голосами, с такой отдачей и с таким восторгом они нам сегодня преподнесли, ну просто нет слов. Это, ну, дорого стоит, чтобы услышать вот такое исполнение. Я очень рада. Концерт состоялся в рамках подготовки к празднованию Дня поселка совхоза имени Ленина, который запланирован на 2 октября. Максим Козлов, Елена Кошелева, Видное ТВ. В этом году впервые селезапарты более 4 тысяч юных жителей муниципалитета. И вот первый месяц их учебы подходит к концу. За это время ребята не только адаптировались к школьным будням, но и сдружились, чему помогли и экскурсии после занятий. В чем отличие хлебозавода от хлебопекарни? Теперь ответ на этот вопрос может дать и первоклассник. Ребята селезапарты только месяц назад, но уже преуспели и в школьной программе, и за ее пределами. С любым классом на самом деле очень много ездим. Не важно куда, важно, чтобы это был весь коллектив. Важно, чтобы дети чувствовали атмосферу такую вне дома. Важно, чтобы они были более отрывисты от своих родителей и немножко проживали жизнь самостоятельно. Конечно, это для детей совершенно другая атмосфера, которая их не только сплачивает, но, наверное, они себя чувствуют по-другому. На пару часов первоклассники стали пекарями, прослушали инструктаж, изучили виды муки и отправились в производственные помещения. Дети слушают внимательно, ведь дальше им предстоит делать заготовки самостоятельно. Печка инвекционная, что это значит? Это значит, там постоянно гуляет горячий вихрь, и он там вот так вот, вот все наши изделия обтекают, да? А что от этого получается? От этого получается хрустящая корочка. Такого в школе точно не увидишь, а главное, поездки запоминаются лучше уроков, помогают сплотить коллектив и раскрыть в ребятах новые таланты. Мы трогали муку. А почему тебе это понравилось? Ну, я вот люблю вот хорошие такие ощущения. Лучше запомнилось, как мы с друзьями все делали. Ну, какие булочки красивые и ешики делали. Последняя часть экскурсии – самая вкусная. Пока выпекаются булочки, сами пекари отдыхают, украшают пончики шоколадной глазурью и уплетают за обе щеки. Свою же выпечку заберут домой, чтобы поделиться ей с родителями. Как говорится, с пылу с жару. Александра Стрелирова, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова